Дом культуры на колесах открыли торжественно. Красную ленту перерезали первые лица региона и Мичуринского района. Это пока единственный на Тамбовщине передвижной многофункциональный автоклуб. Он появился в районе благодаря национальному проекту «Культура». Очень приятно. Приятная музыка, приятная сама по себе сцена мобильная, причем достаточно дорогая. Мне сказали, что 5 миллионов стоит это удовольствие. Это немало, но оно того стоит. Значимость этого приобретения трудно переоценить. Так только в Мичуринском районе в 82 населенных пунктах нет ни клубов, ни собственных домов культуры. Теперь жители глубинки смогут стать участниками концертов, фестивалей и других культурных мероприятий. Вы знаете, меня сейчас целая буря эмоций обуревает. Первое – это чувство радости. Второе – это чувство гордости. И третье – это чувство благодарности. Автоклуб включает в себя сценическую площадку и все необходимое для концертов и кинопоказов. Это аудиосвета и видеооборудование. Кузов-фургон обеспечивает транспортировку колонок, музыкальных инструментов, режиссерского пульта и многого другого, без чего сегодня невозможно ни одно мероприятие. Как профессиональных коллективов, так и любительских. Кстати, на сцене передвижного дома культуры смогут выступать и сами жители сел и деревень. Автоклуб – это прекрасная сцена и прекрасная возможность подарить культуру жителям дальних сел и деревень. Потому что наши жители, они очень любят и песни, и танцы, и сами поют, и танцуют. Но вот когда приезжает такая мобильная группа, конечно же, они чувствуют, что их не забыли, что их помнят. Передвижная дома культуры на колесах очень просто в своем управлении. Например, у меня в руках пульт от него. И чтобы собрать данную конструкцию, нам потребуется нажать всего лишь на одну кнопку. Артисты районных коллективов уже ждут встречи со своими зрителями. Первые выступления состоятся уже совсем скоро. Елена Першина, Станислав Попов, Александр Кобзарев. Область новостей.